Добрый день! В прямом эфире Алату Лайф, в студии работает Желдош Исаков. Сегодня кыргызстанцы отмечают светлый мусульманский праздник Курманайт. Во всех мечетях страны и площадях прошли праздничные молитвы, в которых приняли участие тысячи человек. По традиции первые лица приняли участие в этих мероприятиях. Например, глава государства помолился с прихожанами Чулпанатинской мечети. И о том, как надо провести сегодняшний день, нам расскажет сегодняшний гость, специалист отдела фетвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Рафаил Аджи Татиков. Рафаил Аджи, с праздником вас! И первый вопрос. Пожалуйста, расскажите нам историю этого праздника. Ну, то, что касается истории этого праздника, корнями она уходит глубоко в прошлое, еще во время Ибрагима, то есть пророка Ибрагима, один из великих пророков. То у него долго не было детей, очень длинный период времени не было детей. Потом Аллах дал ему сына Исмаиля. И когда он уже примерно подрос, как бы вышел из младенческого возраста, примерно, ну, говорят, около 12-13 лет ему было уже, то есть он уже как бы самостоятельно стал и уже дошел до того возраста, когда дети помогают там родителям, да, в какой-то мере. И то Ибрагим Алистам увидел сон, что он приносит жертву своего сына. Он не один раз увидел, несколько раз увидел этот сон. И тогда, так как сны пророков, они тоже являются от Всевышнего, как бы, откровением, да? Вещащие сны, да? Да, вещи и сны. То есть сны пророков, они отличаются от снов простых людей, да? То есть они тоже являются, как бы, велением Господа для пророков. То он понял, что Всевышний хочет, чтобы он принес жертву своего сына, которого он так долго ждал. Столько лет ждал, да? Да, столько лет ждал. И уже он, как бы, все заботы о детях уже, как бы, год от этого тоже прошел. Ну, в общем, то есть Всевышний просто не просто так это, как бы, сказал, а там усложнил, да? Во-первых, он уже, как бы, помогать начал отцу. Столько лет детей не было уже, понимаете? Это когда началось такое осознанное детство, да, у ребенка? Да, и уже это было во сне, да ладно, если бы там прямой приказ пришел бы, да? Там, скажем, ангел Дибриль придет, прямой приказ, там, у кого не было это сомнений. А тут что, во сне увидел, да? Ну, как бы он это все понял, и он своему сыну тоже сказал, что вот такое веление Всевышнего, что тебя в жертву принести. И тогда Исмаил, он, как бы, сказал, что я готов, если это веление Господа, то я готов. Вот, ну, в общем, как бы, этот, то он, как бы, его начал приносить в жертву, но потом по пути шайтан начал сбивать, когда они шли туда, да? Ну, где этот, должны были приносить в жертву. Шайтан их начал сбивать, его начали камнями кидать, Исмаил. Поэтому сейчас, например, в хадже тоже там камнями, да, побивание камнями есть такое. Да, да. То есть, вот это тоже их, то есть, деяние Аллах, см.т.а, сохранил. Вообще, вот, как бы, у людей есть такая традиция, да, великие поступки какие-то, да, там, подвиги, да, чтобы народ помнил, да, там, нация какая-то помнила, да, о великих личностях прошлого, да, они, как бы, делают там памятники, там, и так далее, да, какие-то там сооружения строят. То эту историю, то есть, то есть, это была, как бы, история о великом подвиге, да, пророка, который даже, чтобы выполнить веление Господа, он готов был своего сына тоже принести в жертву. И чтобы осталось это для нас, Всевышний сделал это часть нашего поклонения. Поэтому мы в хадже это делаем каждый год, вот, хурбанайт, да, у нас праздник. И когда Ибрагим, алейхсалам, начал принести в жертву, то нож он не резал, потому что, как бы, нож тоже по велению Господа режет. И тогда спустился ангел Жибриль, принес барашка, которого он принес потом в жертву. Поэтому каждый год, чтобы оставить вот это нам, чтобы в память, что насколько человек должен быть предан, да, искренне, да. Велению Господа. Да, к своему Господу, да, выполнять его веление, да, чтобы это каждый год напоминал нам об этом, да, Всевышний сделал для нас, это, как бы, нашим поклонением сделал. Такова история. Да, ну, как бы, вкратце, да, история. Да, если вкратце говорить. Крума-найт, праздник жертвоприношения, Рафаэл Эджи, а кто обязан принести жертву в этот день? Ну, жертву обязан, если по шаряту взять, жертву обязан принести тот человек, который является состоятельным, у которого есть излишки, да, то есть в имуществе, и он может позволить себе купить барашка и принести его в жертву. То есть те, кто не имеет возможности, скажем, люди с недостатком финансовым, материальным и так далее, им для них это не обязательно. То есть это для человека, так скажем, состоятельного, богатого, кто по шаряту считается богатым. Кто может наверняка принести жертву без ущерба семейного бюджета? Да. А кого можно, а кого нельзя приносить в жертву? Мы читаем различную литературу, разная информация приводится, вы можете нам сказать? Ну, в жертву приносится только три вида животных. А, только три вида? Да, только три вида. Первый – это верблюды, ну, у нас как бы в Кыргызстане нету. Второй – это крупный рогатый скот, там можно бычка, коровы и так далее, да. И мелкий рогатый скот. Из мелкого рогатого скота – это вот овцы, козы, там их можно. Овцы, козы тоже можно, да? Да. А, например, уже помимо них, да, там курей, там лошадь и так далее, их уже это не приносит. А какие требования вот к тем животным, кого можно принести в жертву? Ну, например, скажем, если это, ну, скажем, вот, например, бычок, то он должен быть как бы двухлетнего возраста минимум, да? А, от двухлетнего возраста. От двухлетнего возраста и старше. Вот, потом не должны быть недостатки, да, там, слишком худой, больной, там, там, глаза не видят, зубов нету, там, скажем, ну, таких недостатков не должно быть. И тоже касается барашка, да, или овцу, то, то есть, но, если взять возраст, то у него больше одного года должен быть. К мелкому рогату, да? Да, к мелкому рогату. Но если, например, бывает, это только барашек, да, это к козлам не относятся, это только барашка, если он, скажем, не 7-8 месяцев, но он такой здоровый, да, он как минимум, как годовалый выглядит, да, такой, если пустить среди годовалых, он не будет отличаться, то его тоже разрешается. Но это только касается барашка. А так, один год, то есть, возраст минимальный. От одного года к мелкому рогатому скоту. Да, да. И расскажите нам, как необходимо сегодня провести этот день. Потому что урзайт, мы понимаем, надо ходить в гости и так далее, как сегодня необходимо проводить этот святый праздник? Ну, наш порог Мухаммад, он говорил, что у каждой общины есть свой праздник, а вот это наш праздник. То есть, курбанайд, урзайт, это мусульманский праздник, да, это надо, ну, во-первых, надо как бы постараться сделать, чтобы было праздничное настроение, да, что сегодня у нас праздник, чтобы как бы все дома, да, дети чувствовали, что сегодня праздник, что сегодня надо как бы праздновать и так далее. Надо одевать там самые нарядные одежды, да, там, если куда-то пойти. И потом хорошо, например, человек, если в жертву приносит, да, животное, например, приготовить, позвать гостей, какую-то часть раздать бедным, ну, например, одну третью часть, скажем, раздать тем, кто нуждается, да. Ну, ведь Всевышний Аллах тоже учел их нужды, понимаете? То есть, любой праздник, например, у кого есть возможность, он будет праздновать, у кого нет возможности, он как бы не может, да, позволить себе. Поэтому Всевышний, как бы, он тоже сделал желательным, чтобы человек от своего жертвоприношения, скажем, нуждающимся, кто там поделился с ним, чтобы у них тоже дома радость была, понимать? Чтобы они тоже дома приготовили. А одну часть можно себе оставить, одну часть приготовить и позвать родственников, соседей и так далее. Сейчас, например, у нас вот как бы для укрепления родственников, это же тоже укрепление родственных отношений, то есть вот это все как бы родственники собираются, там можно соседей тоже пригласить, чтобы связь с соседями была. В наше время, например, уже многие соседи годами живут, друг друга не знают. Поэтому должно быть такое праздничное настроение, то есть праздновать, как мы любим праздновать. И раньше это у нас было больше, сейчас люди больше заняты, стали нас уменьшать, тенденция такая идет сейчас. Но надо постараться, чтобы создать праздничное настроение. Вы не первый гость у нас из религиозной общины, из тех, кто имеет знания в религиозной области, теологи, которые больше, отвечая на наши вопросы, касаются темы общины, улучшения родственных отношений. Это очень важно сейчас? И как мы, мусульманская община, сейчас чуть отдаляемся от этого? И как нам стать еще крепче? Вообще тема родственных отношений в исламе, то есть ислам уделяет ей очень большое внимание. Даже вот в хадисе говорится, что тот, кто разрывает родственные отношения, Аллах его от своей милости отдаляет. Понимаете? Поэтому укреплять родственные отношения, это тоже является велением. Это тоже как бы приказ Всевышнего, веление Всевышнего. И поэтому человек обязательно должен учитывать это тоже. Но у нас сейчас такое время, к сожалению, все заняты, работа, бизнес и так далее. Как бы такая тенденция идет, да, именно у человека очень мало времени. Он не то, что родственникам своим, он даже своим, скажем, детям времени выделяет. С детьми там не разговаривает, не занимается. А ведь воспитание общества это очень... То есть мы сейчас просто как бы людей, наших детей, скажем, экономически поддерживаем, но мы их не воспитываем, да. А это же потом сказывается же на... То есть здоровое общество это начинается же с детей. Если не сейчас, но затем это скажется. Да, потом это скажется. Потому что, скажем, те же, например, скажем, много то, что разводов происходит и так далее. Это же по-прежнему то, что у человека непривитые семейные ценности, понимаете, что он не может... То есть он как бы не уделяет этому такого в своем подсознании, такого, то есть внимания. Он как бы в эту сторону у него... Больше всего как бы мы нацелены там, ну не знаю, там на работу и так далее. Поэтому семейные отношения укреплять очень важно. Это как бы тоже веление Господа. Потому что семья для человека это... То есть семья, если будет здоровая, то и все общество будет тоже здоровое. Понимаете, да? И все это происходит, начиная с воспитания детей. И потом время уделять родителям обязательно в этот праздник. Там съездить к родителям, навестить их, да, если кто вместе не живет. Позвонить. Да, подарки. Просто сам говорил, дарите друг другу подарки. Будете дарить друг другу подарки, у вас будет больше друг другу... Ну, любви будет больше, да, дружбы будет больше, взаимопомощи, взаимосвязи будет больше. Ведь все это укрепляет общество. Когда мы друг от друга отдаляемся, мы начинаем там всякие недостатки видеть, там за спиной говорить. Ну, появляется, так скажем, какая-то там отдаленность, да, потом она перерастает еще там... Что у нас разобщает из Укрепля. А поэтому, чем больше мы будем с друг другом как бы общаться, да, чем больше будем с друг другом встречаться, тем меньше у нас будет вот этого барьера, тем меньше будет расстояние. Поэтому, например, скажем, мы... Почему в этот день мы айт-намаз читаем, да? Все приходят, именно айт-намаз как бы читают лучше всего на площади читать, чтобы больше людей собрать. Для чего? Чтобы люди друг с другом пересекались, общались, понимаете? У меня был следующий вопрос, касаемо вот больших таких праздничных айт-намазов. Вот насколько важно присутствовать вот на таких намазах, где участвует, ну, огромное количество людей? Ну, вообще, это как бы обязанность мусульманина, скажем, так же, как и пятикратный намаз, ну, хотя степень именно айт-намаза немного ниже, да, чем пятикратного намаза, но это тоже его, то есть это обязанность. Если человек не выполняет айт-намаз, он это будет считать грех тоже, понимаете? Вот, и это с одной стороны. С другой стороны, вот эти, которые, скажем, намазы, да, там человек пятикратный намаз каждый день в мечети читает, он со своим, то есть где он живет, он с ними контактирует постоянно. Потому что свои мечети читает, потом джума-намаз, да, джума-намаз, там уже как бы собирается больше, да, там, скажем, все село собирается или там часть города собирается уже. Чем больше контакта между нами будет, тем ближе мы будем друг другу, понимаете, тем больше у нас будет взаимосвязи, взаимопомощь, мы будем знать, скажем, какая проблема есть. Если мы постоянно с другом пересекаемся, то мы будем знать, например, у него какая-то проблема есть, значит, надо ему помочь, например, да, или хотя бы словом поддержать, если, там, скажем, не можем поддержать, там, материально, там, или в каком-то другом плане. то это все именно настроена то чтобы укрепить отношения между мусульман это то что на ноев это как бы сказать это то есть мудрость всевышнего да как бы который ученые расписали в книгах то одна из мудрости чтобы укрепить укрепить ими на взаимоотношения но как бы помимо этого надо мы только не только из-за этого конечно читаем что это как бы как бы это веление господа но это тоже как одна из мудрости которого заложил туда и вот у меня такой вопрос если говорить о по значимости корма на это урозайт два главных мусульманских праздника они равнозначны ну да в принципе как бы мы не как бы книгах не разделяется что какой-то праздник то что почему я задаю вопрос потому что мне говорили вот корма на это он в кавычках старше он лук это просто как бы в плане того чтобы ну как бы в плане может быть истории да он как бы у нее там история дальше ухода в плане как бы что этот намаз он они как бы намазы по значимости одинаково да урозо айт намаз и курбан айт намаз потом например во время орозо что мы делаем мы тоже как бы там садака питер даем садака питер тоже считается обязательным как бы пожертвованием а здесь а курбан если человек состоятельный он то есть обязательно мы тоже пожертвуем конечно как бы с этой стороны возможно со стороны истории да может быть разница есть там а как бы со стороны шариата у них этот степень одинаково принципе то есть по религиозному праву это разноазначный как бы не надо разделять да я на курбанать пойду а сюда не пойду это неправильно и вот хотелось бы узнать дальше вот исходя из этих праздников такие праздники которые по лунному календуре мы определяем они ведут к сплочению нашего общества как как общины если взять в данном случае мусульманской общины ну конечно они как бы это там они ведут к случению но мы не должны ограницу только праздниками то есть мусульманин он всегда должен именно то есть вопросом говорил да мусульмане настоящий это тот от языка которого и рук которого никому вред то есть никому вред не приносит поэт просто говорил если говори говори хорошие или молчи например да счастлив тот человек которого всевышний сделал ключом то есть замком хорошему это счастливый человек а кого наоборот сделать за то есть ключом плохому то этот человек скажем самый плохой человек да то есть человек должен нести в себе добро в одном ходите говорится что тот кто лишён добра он лишён всего хорошего то понимаете в наших как бы в нашей религии именно взаимоотношения между людьми этой теме уделяется большое внимание именно сам индивид его то есть нравственно-моральное да скажем воспитание потом семья в семье потом в обществе в общем да вот это всему как бы ислам уделяет большое внимание и здесь не ограничится только праздниками конечно время праздников это как бы мы как бы делаем больше как бы у нас время больше понимаете в этом день мы не работаем и надо на это тоже стараться а в принципе да помимо праздников этому тоже надо уделять внимание как бы мусульманин он всегда должен нести с собой добро всегда стараться объединить всегда стараться чтобы в общем отношении между мусульманом или хороший не только между мусульманами даже к ним мусульманам хорошо относиться то есть здесь вот это неправильное понимание да то есть мы мусульманин он ко всем относится хорошо он всем несет добро даже животным например один двое сидели на верхом на животных и разговаривали да то просто он подошел почему вы сидите на них хочу вам стулья что ли если вы разговариваете слезть и разговаривать на земле если вам куда-то ехать надо тогда садитесь езжать то есть даже эксплуатировать животное больше того для чего он создан необходимости это тоже считается уже несправедливость это тоже уже всевышний не одобряет это тоже может быть грехом понимаете да вот поэтому человек мусульманин должен нести с собой только хорошее добро то есть он должен стараться обвинять должен стараться больше приносить пожертвования исходя из своих возможностей не только во время курбанайт но помимо курбанайт тоже во время урозаида там садаха питер дуевну помимо этого тоже сколько у человек возможности если он будет помогать всевышний обязательный в этом мире ему увеличит и в том мире ему возглас и что касаемо вот мусульман и не мусульман условно так скажем да вот меня например поздравляют друзья которые не мусульмане меня поздравляют и поздравляю их не мусульман тоже может надо приглашать за стол в этот день и это вот как как это надо правильно делать нет здесь как бы нету никакого нету там прям определенного какого-то порядка да можно приглашать соседей даже мы сегодня не мусульмане какая разница у них тоже надо пригласить они же твои соседи они да они должны потому что соседу соседу да вы с вами тоже уделено определенное место скажите просто солом говорит ко мне ангел дибрид пришел и начал столько мне про соседа то есть меня нас наставлять как бы соседу такое отношение так 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 что я подумал что он идет на наследником настолько то есть внимание уделиться и что я подумал что он моим наследником то имеется ввиду что он даже наследство будет получать если он сосед ну хотя сосед нас есть они получают имеется ввиду что настолько он как бы уделил внимание на что ислам и соседом тоже уделять то есть уделяет внимание свое хорошее отношение к соседу этот это тоже часть нашей религии даже говорится что кто хорошо не относится к соседу то есть тот кто верит вала и последний день пусть хорошо относится к соседу тоже такой хадис есть просто он говорю поэтому отношения хорошие к соседу это часть нашей религии но он хоть не мусульманин даже не спросом вопросом один скажем, иудей умер, он пошел его, когда его хоронили, он пошел его навестить, да, и перед смертью, например, тоже пошел навестить, понимаете, как бы человек должен ко всем хорошо относиться. И в завершении, пожалуйста, поздравления ваши кыргызстанцам в этот светлый мусульманский праздник. Ну, от имени Духовного управления мусульманского Кыргызстана, также от лично от своего имени я бы хотел поздравить всех наших граждан с этим священным праздником, пожелать нашим гражданам успеха во всех благих начинаниях, счастья в этом мире, счастья в вечном мире, чтобы Всевышний принял наши молитвы, принял наши поклонения, принял наши жертвоприношения, чтобы все это, как бы Всевышний воздал за все это благом и наградил нас своей милостью и прощением. Спасибо за ваши поздравления и за ваши ответы. Сегодня кыргызстанцы отмечают светлый, священный мусульманский праздник Курманайт во всех мечетях страны и площадях сегодня утром прошли праздничные молитвы, в которых приняли участие десятки тысяч наших граждан. В праздничных молитвах участвуют и первые лица, что давно стало традицией. Например, в этом году, в отличие от прошлых лет, глава государства помолился с прихожанами Чулпанатинской мечети на Иссыкуле. И о том, как правильно провести сегодняшний день, об истории этого праздника, нам рассказал специалист отдела фетвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Рафаила Джи Татиков. Мы благодарим его. Оставайтесь на канале Аллато 24. Увидимся.